Мы продолжаем читать хроники Нарнии, книгу «Принц-покоритель зари» или «Плавание на край света». И мы остановились на том, что Юстас стал дракон. И теперь, когда у него такое состояние, он понял, то есть как бы его мысли они синверсировали. Если вы помните, он когда шел в долину, он попадал в эту ловушку, которую оставил для него Аслан, шел в эту долину, он думал о том, какие эти люди сволочи, а потом, когда остался один и испугался, ему показалось, что сейчас, воспользуясь его отлучкой, принц Каспиан и все другие уплывут поскорее от него и бросят его здесь. А когда он стал драконом, его переживания написаны так. Наконец, он решил попытаться найти обратную дорогу. Теперь он понимал, что Каспиан не уплывет без него и был уверен, что тем или иным образом сумеет дать людям понять, кто он. То есть он теперь понимал, что люди совсем не такие плохие, как он казался. То есть, видите, благодать стала на него действовать. Внешне он стал еще безобразнее, еще невыносимее. Сам он большой, большой горе и депрессии. Но мысли его в силу действия этой благодати стали лучше. Наваждение оно как бы схлынуло. Он вроде заколдованный, а на самом деле расколдованный. Это начался процесс излечения человека. Он превратился в дракона, а сердце у него стало человеческим. Он был раньше человеком с драконним сердцем, а теперь стал драконом с сердцем-то человеческим. Потому что он стал очевидно плохой. Очевидно, плохой человек начинает понимать, что все люди вовсе не так уж плохи, как они ему казались. Это порой очень интересная вещь. Особенно это в монашеской жизни тоже проявляется, но особенно это проявляется в мирской жизни. Вот недавно мне написал человек свою историю. Как бы вот так и сказал, если будет возможность расскажите, как это бывает. Вот был человек пьяненьким-пьяненьким, пьяненьким-пьяненьким. Вот. Всегда был пьяненький, но прибился к храму, подметал полы, то есть подметал эти дорожки вокруг храма. Когда надо чистить все подсвечники, зайдет, упадет и рыдает о том, что он такой никчемный, такой совершенно никому не нужный человек. Все его гнушаются, от него пахнет, он неприятный, все от него бегут. И он понимает, что это правда, и плачет о том, что он такой плохой, но, говорит, когда наступит мир, сяду на лавочку. И так мне хорошо, и думаю, Господи, как же это хорошо сидеть в доме твоем, среди детей твоих, как таракан. Сидишь, все люди хорошие, святые, а ты греешься в этой любви, в этой любви Божьей, любви человеческой, и благодаришь Бога за то, что они проходят мимо тебя, морщатся, но тапком никто не ударит. Такая благодать. Вот. Ну, потом снова идет за бутылкой, снова пьет, и вот он так проживает несколько лет. Вот. Ну, потом нашелся добрый человек, нашелся добрый человек, говорит, что ты пьешь, давай я тебя закодирую. Вот. Ну, и закодировали его, пить он перестал, пошел в храм ходить, естественно, тоже. Стал, нашел работу, раз он теперь трезвый, нашел работу, стал зарабатывать деньги, как-то хорошо зарабатывал, купил себе квартиру. Раз мужчина, работящий с квартиры, естественно, нашлась и женщина, которая стала жить в этом квартире. Конечно, разумеется, они не стали жениться, естественно, зачем. ЗАГСы там всякие, венчане, просто жили, вот, как все нормальные люди в этой стране живут. Вот. Вот. Он ходил на работу, она ему варила еду, вот, в конце концов, да, это самое, надоело она ему, он ее выгнал, думает, возьму помоложе какую-нибудь, вот, что уж такая-то. Вот. Стал всех судить, потому что все пьяницы, все лентяи, все ничего не могут сделать, а вот он квартиру заработал, вот у него все есть. Ходил, поучал, в храм заходил редко, только на большие праздники, всегда был недоволен этим храмом, потому что, ну, вот, ну, ну, как можно доволен? Все люди тут жестокие, злые, какие-то неприятные, вот, все на него смотрят, никто не хочет принять его таким, как есть. Он доволен собой, что он изменился, он теперь не пьет, а они смотрят и головой кивают, ой, как испортился человек. Вот, что к ним ходить-то? Просто не любят меня и не понимают. Вот. И вот, говорит, в один прекрасный момент сижу дома, не пью, разумеется. Вот, смотрю какую-то, там, передачу или что. Такая мне тоска взяла. Во что я превратился? Во что я превратился? Вроде бы не пьющий, но у меня самого себя тоже. Дай-ка пойду выпью. Вот. И говорит, и сижу теперь, вот я, на лавочке перед храмом, ощущаю себе таракан, и мне так хорошо. Вот. Вот такая вот вещь, такая вот история, понимаете? Вроде расскажешь где, и люди подумают, да хорошо, значит, пить-то хорошо. Не хорошо. Он спрашивает, вот какой ответ, отец Константин. Как? Вот пить хорошо, значит, получается. Значит, все должны пить, чтобы вот так себя чувствовать. Почему так-то получилось со мной? Вот. Ответ не такой однозначный, как может показаться. Вот этому человеку, этому человеку. Ведь на самом деле пьяный пьяному рознь. Вот. И с такими мыслями, хорошими, светлыми, добрыми, отнюдь не каждый пьяниц живет на свете, и их таких мало. Но вопрос мысли всей басни такова, что иногда наш драконний облик помогает нам смириться. Вопрос весь в том, этот драконний облик на нас надут, надет, надут, навеян, насвечен Богом, или мы сами по природе настоящие драконы? Мы люди, превратившиеся в драконов для нашего смирения, или драконы, которые рядятся в людей, оставаясь внутри дракона? Помните, как мы читали в конце «Принца Каспиана» такую же историю, когда люди перестанут разбирать, где говорящий зверь, а где настоящий зверь. Где разумный говорящий зверь, а где, по сути дела, настоящее подлинное животное. Как их отличить? Вот есть люди, которые действительно драконы, они просто по существу драконы. Вот, и от них лучше держаться подальше. А есть люди, которые превратились в драконов по воле Аслана, по воле Бога, для того, чтобы смириться, увидев свое безобразное отражение в зеркале. Прилетает он к своим друзьям. Они сначала его естественно испугались, потом как-то начинают с ним попытаться разговаривать, поскольку он не проявляет агрессии. И в итоге говорить он не может, но речь человеческую и понимает. И в конце концов им приходит в голову, что, наверное, все-таки это Юстас. Вот они, конечно, догадывают. То есть сначала там куча разных версий предъявляет ему голову. Не может прийти, что действительно это Юстас. Юстас, ну, вот в светлую голову людей человечества, сыновей Адамы и Евы. Потом долго спорили, кто это первый спросил, Люси или Эдмунд. Но кто-то из них спросил, а ты случайно не Юстас? И Юстас, кивнув своей ужасной драгоней головой, так стукнул хвостом по воде, что все отскочили, кое-кто из матросов с такими восклицаниями, за которых неловко, чтобы не ошпариться огромными кипящими слезами, что катились из его глаз. Люси за всех сил старалась утешить его и даже поцеловала в мокрую чешуйчатую морду. И каждый сказал, да, не повезло. На самом деле повезло и очень сильно. Всем бы так везло, как Юстасу. Но, увы, не каждый избранный. Много званых, мало избранных. Тем не менее, никто не сомневался, что характер Юстаса, ставшего драконом, заметно улучшился. Теперь он всем готов был помочь. Облетев остров, он обнаружил, что в горах водятся дикие козы и кабаны и стал притаскивать туши животных для путешественников, чтобы пополнить припасы на корабле. К тому же убивал он очень гуманно, одним ударом хвоста, так что они ничего не успевали почувствовать. Разумеется, он и сам съедал несколько штук, но всегда в одиночестве. Ведь теперь он дракон, а драконы предпочитают все-таки сырое мясо. И допустить, чтобы кто-нибудь видел его неопрятную трапезу, он не мог. Стеснительный стал. Однажды он даже торжественно притащил в лагерь высокую сосну, которую вырвал с корнем в отдаленной долине, чтобы матросы изготовили новую мачту. А вечерами, когда становилось прохладно, как всегда бывает после сильных дождей, он брал на себя роль теплого одеяла для всех, потому что путешественники приходили погреться, его горячие бока и обсохнуть. А один его огненный выдох мог разжечь любой костер. Иногда он сажал несколько человек к себе на спину, летал с ними по острову, давая возможность полюбоваться зелеными склонами, высокими скалами, узкими, похожими на рвы, долинами. Удовольствие совсем новое для него нравится людям, и даже в большей степени ощущение, что и ему нравятся люди, удерживало Юстаса от отчаяния, потому что быть драконом оказалось печально. Он вздрагивал случайно, увидев свое отражение, когда пролетал над горным озером, терпеть не мог огромные крылья на спине, похожие на те, что у летучей мыши, и свои ужасные кривые ноги. Боялся оставаться один, но при этом стыдился окружающих. По вечерам, если его не использовали как грелку, он потихоньку уходил из лагеря, сворачивался словно змея между лесом и водой. В таких случаях, что удивительно, утешать его чаще других приходил репечип. Благородная мышь покидала веселую компанию, сидевшую вокруг лагерного костра, и садилась около головы дракона с наветренной стороны, чтобы не ощущать дыма из его ноздрей. В случившемся с юстасом репечип видел поразительную иллюстрацию того, как может повернуться колесо фортуны, и говорил, что если бы принимал его в своем доме в Нарне, вообще это был не дом, а нора, куда не влезла бы даже голова дракона, не говоря уж о теле, то привел бы более сотни примеров, когда процветающие императоры, короли, герцоги, рыцари, поэты, любовники, астрономы, философы и волшебники попадали в самые неблагоприятные обстоятельства. Но затем справлялись и жили счастливо. Это, возможно, звучало не очень утешительно, но юстас всегда помнил, что слова репечи пошли от самого сердца. Разумеется, над всеми, словно туча, висел вопрос, что делать с драконом, когда они будут готовы плыть дальше. Все старались не говорить при нем об этом, но иногда до него доносились фразы вроде «Уместится ли он вдоль одного борта?» Тогда придется притащить весь наш богат на другой. Или «Нельзя ли его тянуть на буксире?» Или «А он не сможет все время лететь?» Но чаще всего говорили «Как же мы его прокормим?» И бедняга юстас все отчетливо понимал, что, оказавшись на корабле, он с самого первого дня был явной помехой для всех. А сейчас стало еще больше, и это въелось в его сознание совсем как браслет в лапу. Он знал, что если теребить его огромные зубища, будет только хуже, но не мог сдержаться и время от времени пытался стащить его, особенно жаркими ночами. Вот так изменился юстас, он стал лучше, но лучше он стал потому, что день и ночь он видит свою худшесть. Понимаете, процесс изменения человека. Вы лучшие до тех пор, улучшаетесь до тех пор, пока вы видите свое грешное отражение в воде. Понимаете? Это, если хотите, закон жизни. То есть, вот по этой причине, ну, это описывает Льюис в сказочном сюжете, и это, ну, как-то нами воспринимается, а в целом это нами не воспринимается. То есть, мы читаем об этом у святых отцов, но их слова мы не понимаем, потому что мы совсем по-другому привыкли жить. Мало того, все больше и больше, все громче и шире говорят о том, что помнить свой грех, видеть свой грех совсем-совсем не надо. Надо забыть о нем, надо его не видеть. Надо думать о хорошем, о лучшем, о замечательном, о том, что мы все сыны Божьи и прочее, прочее. Это так. Но тогда, когда мы начинаем так думать, мы портимся. Мы портимся. Мы начинаем изменяться, мы начинаем мнить о себе, мы становимся непримиримыми, мы постоянно спорим, у нас нет сил смиряться и терпеть немощных, а то и грешных людей, мы становимся все более и более невыносимыми, если забываем смотреться в зеркало покаяния, в зеркало исповедания своих грехов. Вот так, например, об этом пишет апостол Петр. Это первая глава второго послания. Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестие, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетели рассудительность. И дальше там идет. То есть он говорит, что мы получили по воле Христа и Бога наше, получили великие дары, величайшую благодать, мы сделались причастными Богу, и поэтому мы должны удаляться от греха человеческого и прилагать старания к тому, чтобы жить по благодати, и тогда у нас будет и рассудительность, и воздержание, и воздержание терпения, в терпении благочестия, благочестие и братолюбие, в братолюбии и любовь. Тогда все у нас будет. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком этого нет, тот слеп закрыл свои глаза и забыл об очищении прежних своих грехов. Вот это антиномия, этот парадокс. Ты помнишь о том, что Бог сделал тебя причастником божественного естества, ты причащаешься телу и крови Иисуса Христа, то есть этим самым боготворящим благодати, и ты видишь, как изменяется в тебе твоя природа, что ты приобретаешь и терпение, и рассудительность, и братолюбие, и любовь. Все это в тебе возрастает, но только по одной причине. Ты постоянно плачешь, помнишь, плачешь о своих грехах. Как только перестал помнить и плакать, вот это представление о том, что ты сын Божий, что ты причастник божественного естества, что ты возрастаешь в терпении, воздержании, в братолюбии, в любви. Все это начинает тебя надмивать. У тебя вырастает мнение о себе, и ты начинаешь разрушать. То есть вдруг куда-то девается любовь какая-то, и братолюбие, и терпение, воздержание, и ты начинаешь хереть и худеть, то есть более худым становиться. Плохим значит все более и более и более. Или, скажем, когда более знакома нам фраза из Псалма 50-го, «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей», где мы говорим устами царя и пророка Давида, «Грех мой предо мной есть вын». То есть я всегда помню о своем грехе. Вот эта парадоксальность ситуации, она является условием нормальной жизни, нормального духовного развития в Боге. Если ты помнишь свой грех, замечательная вещь, ты помнишь свой грех, и, вспоминая свой грех, либо возвращаешься к этому греху, либо он вергает тебе отчаяния, ничего хорошего в этом нет. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова